Уровень оптимизма это когда фермер доволен производительностью своих культур, планирует рост инвестиций и площадей. Таков сейчас индекс развития сельхозпредприятий страны, в том числе и алтайских, уверяют эксперты. По их мнению, с 2013 года работать на земле стало проще. Собственная прибыль, больше субсидий, есть деньги на развитие. Этому послужили и контрсанкции, и благоприятная погода. По словам московских специалистов, наше растеневодство выходит на новый этап технологического развития. Но уже сейчас нужно не надеяться на стечение удачных обстоятельств. Фермерский сектор наших друзей-соперников в последние 2-3 года, в силу падения мировых цен и отсутствия у них девальвации, находится в чрезвычайно тяжелом финансовом положении, которое пока не улучшается. У нас, вот мы в противофазе, все наоборот. Конечно, долго так продолжаться не может, но будем надеяться, что нас ожидает еще один, ну, достаточно неплохой сезон. Передохнув пару лет, фермерам страны, особенно Сибири, в условиях рискованного земледелия, будет тяжелее, чем сейчас. Еще сильнее обострится кадровая проблема, сузятся рынки сбыта для реализации семян. Тем не менее, спрос на российское и в том числе алтайское зерно по-прежнему будет высоким. Сегодня его экспортируют в Турцию, Египет, Казахстан. В будущем откроются ворота в Азию, Корею и Китай. В том случае, если на Дальнем Востоке, наконец, построят два экспортных терминала. Если это случится, но случится это не раньше, чем лет через пять, то это будет очень серьезным плюсом для всей экономики Алтайского края, вообще Западной Сибири и Алтайского края в частности. Более того, это пойдет на пользу, как ни странно звучит, даже алтайским мукомолам. В начале года больше 70% отечественных фермеров собирались увеличить расходы на развитие своего предприятия. Деньги они планировали вложить в покупку защитных средств для семян и в новые технологии для обработки земли. Оправдаются ли инвестиции аграриев, покажет следующий год. А пока фермеры ждут богатого урожая этой осенью. Анастасия Дороган, Алексей Фризин. Наши новости.